Открытая регистратура, удобная навигация, комфортная зона ожидания, обновлённое крыльцо, закрытая колясочная и безбарьерная среда для маломобильных граждан. Холл детской поликлиники на Курчатова открылся после ремонта. Это завершающий ПСР-проект этого года, который реализуют совместно ФМБА и Русатом. Но мы не завершаем работу по улучшению доступности и качества медицинской помощи. Координационным центром ФМБА три проекта, реализованные в 2022 году в нашей больнице, были признаны лучшей практикой и рекомендованы для дальнейшего тиражирования в других учреждениях ФМБА. К пилотным городам проекта в следующем году присоединятся и другие города, присутствие госкорпорации Русатом. Но именно Саров стал той территорией, где попробовали реализовать самые лучшие идеи и предложения. В конечном итоге они позволили сделать пребывание пациентов в поликлиниках более комфортным. Новый облик, новая удобная среда позволяет самым нашим юным горожанам не испытывать тех неудобств, лишних стрессов и как-то более спокойно принять свое лечение. Действительно очень радует, что и персонал поликлиники, и наши родители, наши дети теперь будут лечиться в более комфортных условиях. Поэтому всем спасибо за хорошую работу. Изменился не только холл детской поликлиники. Большую работу провели по центру здоровья детей. Он может теперь принимать больше пациентов. В кабинетах сделали ремонт, а все оборудование полностью обновили. Мы перенесли, главное, что это кабинет стоматологического гигиениста с третьего этажа именно в блок центра здоровья. Теперь не нужно нашим пациентам пересекать, ну, идти, вернее, по тому пути, где идут пересечения потоков с другими. Кто пришел, обратился в поликлинику. И, значит, время прохождения, естественно, обследования в центре здоровья значительно сократилось. Еще одно новшество, которое внедрили в обоих зданиях детской поликлиники и на Курчатовой и на Октябрьском – оптимизация приема участкового педиатра. Теперь доктор больше внимания может уделить маленькому пациенту. Часть его прежних обязанностей взяли на себя специалисты кабинетов здорового ребенка и внепланового приема. Кабинет здорового ребенка забрал на себя всю консультативную помощь. На базе этого кабинета организованы онлайн-консультации для родителей. То есть сейчас тот период, когда идет повышенная заболеваемость, мамам очень удобно, не приходя в поликлинику, связаться с медсестрой и получить ту информацию, которая ее интересует, ответить на все ее вопросы. Также справки, например, для спортивной секции или лагеря выдают теперь в доврачебном кабинете. К участковому организовали предварительную запись, а всех внеплановых пациентов, у которых появились признаки ОРВИ, направляют в кабинет внепланового приема. Там фельдшер рассматривает ребенка, дает назначение и записывает на прием к педиатру. Там отдельный вход, там этот кабинет изолирован, там есть свои места ожидания, то есть пациенты, которые приходят к фельдшеру в кабинет внепланового приема, они не пересекаются со здоровьем. На 2023 год в клинической больнице номер 50 запланировали реализацию еще ряда ПСР-проектов. Они будут касаться улучшения реабилитационной, амбулаторной и травматологической помощи и помощи пожилым людям в получении справочной информации. Работа над этими проектами уже началась.